Всем привет дорогие друзья, с вами PandaFX и сегодня мы будем открывать паки. Давно мы паки не открывали и сейчас у нас все игроки абсолютно почему-то с какого-то хуя подорожали, что является очень хорошей новостью, потому что игроки пиздец были какими дешевыми. Сейчас они собственно подорожали и если мне выпадет какой-нибудь пиздатый игрок, я буду очень счастлив наверное. Или не буду. Не знаю, посмотрим, поехали. А вам я напоминаю, если вы хотите приобрести монеты FIFA 14 Ultimate Team на все платформы, то ссылочки продавцов в описании и не забудьте указать, что вы пришли от PandaFX. Начнем. Первый пак и у меня уже сверху высвечивается то, что мне попал, попался золотой игрок. Не знаю кто это, наверное бомж какой-то видящий сасаный. Хуан Мата! Хуан Мата мне попадается в самом первом паке, что является очень неплохим результатом для первого пака. Сейчас посмотрим сколько он стоит. 30 тысяч он стоит. Следующий пак это у нас Хосе Калихон, блядь. У нас два подряд рарных испанцев выпадает. Третий пак, третий пак и это... Скажите на эту рожу, какая она хитрая, прям так смотрит на тебя. Ну что, счастлив? Счастлив? Да, конечно, я счастлив. Я всегда мечтал о нигере. Бум! Это Ральф. Эль Шарови. Это у нас будет Модрич, блядь. Почему ты, сука, не тотс? Точнее, почему ты так рано перестал быть тотсом, блядь? Не знаю почему, но там где-то 5-6 дней, что ли, были эти тотсы, которые, типа, самые пиздатые. Пу-пу-пу-пу Ханданович, здравствуй. И два русских игрока выпадает. Следующий пак, следующий пак, следующий пак. И это что у нас будет? Что, что, кто, кто? Блядь, что это за кривое открывание такое? Быстров не выпадает. Что-то... То испанцы несколько подряд выпадают, то тебе русские подряд выпадают. Мать вашу, я же забыл, блядь. Я же забыл, зачем я это всё делаю. Я же хотел открыть паки World, мать его, кап. Паки World Cup я хотел открыть. Какого-то хрена я забыл об этом и начал сначала открывать обычные паки. Сейчас перейдём сюда, чуваки. И здесь продолжим. Открываем. И это у нас Апидаль, у которого пейс уже 58. Следующий пак, следующий пак. Открываем. Это у нас коне, блядь. Коне, гранат. Открываем, открываем. ИНЕСТА, блядь! На нахуй! ИНЕСТА выпадает! 89 скилл! 89 скилл и НЕСТА. Это уже охуительный просто потенциал. Создать какую-нибудь пиздатую команду. И всё, больше ничего нам не выпало. Ван Бьютен, скорость 29. Открываем, открываем Жирков. Бум! И ничего. Кавани, блядь! Кавани, мать его! 87 рейтинг. Кстати, для World Cup очень даже заебись. 87 рейтинг. И одно дело, когда Кавани бич в обычном Ultimate Team. А вот здесь можно с ним что-нибудь пиздатой собрать. Прикольно. Классные игроки. Мисси у него впадают. Я не знаю, я даже радуюсь некоторым игрокам. Как видите, я обрадовался. И есть и Кавани. Это, наверное, связано с тем, что здесь игроков не надо продавать. Не надо покупать. А большой скилл это всегда заебись. Давай, Пак, раскрывай свой потенциал. Давай, скажи, что здесь будет Криро. Нет, он мне скажет, что здесь будет Давид Луис. Что, в принципе, тоже неплохо. У меня уже там дохренища бразильцев собирается. Так что, будем, наверное, и башить бразильцами. Кто? 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 Бейнс. Бейнс. Бейнс и Хесус Навас. Блядь! Сегодня нам просто прет с этими испанцами. Реально. Сегодня какой-то испанский пак опенинг. Неплохие игроки выпадают из испанцев. Смотрите, Хесус Навас теперь выпадает. Скилл 84. Следующий пак. Это у нас будет... Это Афилай. Мартинс. И еще какие-то два бомжа. Открываем. Блядь! Это просто одни дубликаты. Посмотрите на это дерьмо. Просто взгляните. Только один какой-то бомж голландский выполни. Куртуа, блядь. Куртуа, Куртуа, кстати. Можно на ворота поставить его. Хотя у меня сейчас есть Кассильас, Нойер. Но Нойер вообще такая дрявая хуйта. Вы просто знали бы. По крайней мере на PlayStation 4. Открываем. КАКА! Еще один бразилец. С очень сексуальной прической. И очень возбуждающим взглядом. Прямо который так и говорит. Я сексуален. Это мои личные фантазии. Поэтому не обращайте внимания. Все, последний пак на сегодня. Я его даже скипать не буду. Последний пак должен решить сегодня. Все, давай. Решай последний пак. И какой-то бомж. Ясно. Какой-то шоурмен, который у меня через дорогу работает. В общем, вот такая вот команда у меня вышла. Я мог, в принципе, собрать полностью Испанию. Но я решил сделать гибрид. Получился у нас такой испано-бразильский гибрид. Хуан Мата, левый фланг. Халк, правый. Викфут, две звезды. Кошмар. ДД, Давид Луис. Единственное, что у меня вызывает сомнения, это наш галкипер. Это какой-то аргетинский бомж, к сожалению. Другого я не нашел. У меня нет никаких вратарей. И это самая главная проблема у World Cup. То, что здесь нельзя покупать никого. Продавать никого нельзя. Ладно, продавать нельзя. Но можно было хотя бы покупать. Чтобы я мог хотя бы, блядь, на ворот такое-нибудь поставить. То есть я должен сейчас сливать все свои 200 тысяч миллиардов коинцев, чтобы поймать вратаря. И это еще не факт, что у меня выпадет вратарь, который будет играть в Бразилии или в какой-нибудь там другой тиме, под которую я буду собирать. И в этом, в общем, самое беда. Ну ладно, как-нибудь выживем. Я думаю, от этой команды я сыграю несколько матчей. Но это уже будет не сегодня. Сегодня был пак-опенинг. И в будущем, возможно, запишу. Возможно, и нет. В общем, пишите в комментариях, стоит ли записывать World Cup, дорогу, кубку или не стоит. В общем, такие дела. С вами был PandaFX. Это был пак-опенинг в World Cup. И всем пока. Счастливо. 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 Счастливо.